Скучали по мне? Знаю, что скучали. Ну, вот он я, Тим Камалеев и новый выпуск Универ Ньюз. Поехали! Все на благо науки дом Крылосова передают в дар Казанскому университету. Не бойся открыться новым знанием. Студенты КФУ изучают ядерную физику. Знаменитый город-остров Свияжск до сих пор сохранил природное обаяние старинных русских сказок. Многие постройки сохранились в том виде, в каком они были созданы. Кстати, одна из таких знаменитых жемчужин острова передана в дар Казанскому университету. Какие возможности открылись молодым историкам и археологам, выясняла Аделя Шамилова. Тишь и благодать острова Свияжск диктуют свой образ жизни. Здесь каждого навещает особое вдохновение и появляется огромное желание разгадывать загадки истории. Кстати, жемчужина острова Дом Крылосова уже полностью готова к новым научным программам. Теперь данный проект культурного наследия получил новый важный статус и стал информационно-образовательным центром Казанского федерального университета. Крупные научные проекты, которые подразумевают все, что связано с духовным миром, будут реализовываться на базе нового здания, которое действительно является уникальным. Здание конца 18-го столетия, одно из немногих. Наряду с культовыми памятниками, это действительно жемчужина острова. И было в очень тяжелом состоянии благодаря поддержке правительства республик Тарстанфонда Возрождения. Это здание очень бережно отреставрировано. В 1832 году дом был выкуплен Министерством народного просвещения, после чего в нем была сделана перестройка. В 2014 году в здании начались реставрационные работы, после чего Дом Крылосова был передан КФУ для реализации научно-образовательных работ университета. В этом небольшом здании расположились информационная аудитория Детского университета Приложского федерального округа КФУ, учебно-практические лаборатории и новый Александровский зал для заседаний, конференций и круглых столов. А на первом этаже расположилась кафедра ЮНЕСКО Казанского федерального университета – всемирное культурное наследие. На базе кафедры будут проходить выставки Свиярской коммуны художников. Сейчас в этом доме размещена выставка Свиярских художников. И здесь можно видеть работу Ильи Николаевича Артамонова, на которой изображен дом Крылосова в 1993 году. Здесь же мы можем увидеть работы и Анатолия Николаевича Егорова. Его называют Свиярским манэ. Не случайно. Дело в том, что художник работает, создает гобелены. И это нашло отражение в его стилистике и технике живописной. Стоит отметить важную роль учебно-практических лабораторий археологического дерева и реставрации фресок. Тут будут проводиться практические занятия для студентов и учащихся образовательных учреждений Татарстана. Соответственно, ребята здесь проходят практику по обучению реставрационным методам консервации и реставрации. Они учатся у нас в магистратуре в КФУ на реставраторов. То есть теоретическая часть она вся проводится в университете. А здесь практика, причем очень удобно получилось. То, что предметы непосредственно с острова, из разгопа татарская слободка. Находки из дерева, кожи и текстиля в огромном количестве сохранились благодаря уникальному слою Свиярска. Влажный слой позволил сохраниться уникальным находкам на протяжении нескольких столетий. Сохранять такое дерево достаточно трудно, потому что достаточно капризный материал. И сохраняем веществом, которое называется полиэтиленгликоль. То есть за счет замещения воды он не дает предмету окончательно иссякнуть и поддерживаем музейную форму. Такое событие не могло остаться незамеченным. Дом Крылосова готов неоднократно заявлять о себе. Кстати, в дни юбилея первого президента республики Татарстан, государственного советника и руководителя республиканского фонда возрождения Ментимера Шаймиева, состоится презентация нового информационно-образовательного центра КФУ. Данное мероприятие состоится 25 января. Адель Шамилова, Ленар Тавлитьяров, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете совместно с Объединенным институтом ядерных исследований будет создана базовая кафедра. Подробнее о новшествах Института физики смотри далее. Кафедра ядерно-физического материала видения – это пока рабочее название новой кафедры. Она будет создана в Казанском федеральном с Объединенным институтом ядерных исследований. На первом этапе в работе кафедры примут участие сотрудники лаборатории нейтронной физики имени Франко. Речь идет о крупнейшем в мире международной научной организации. Особенность кафедры заключается в следующем, что это базовая кафедра. То есть это означает, что на этой кафедре, вообще говоря, готовятся студенты, которые могут быть в будущем ориентированы на работу в Объединенном институте ядерных исследований. И второе – с использованием оборудования, то есть они будут обучаться и выполнять свои квалификационные работы на оборудовании этого института. Уже со следующего учебного года кафедра начнет свою работу. А это значит, что магистры второго года обучения совсем скоро смогут пройти специальные курсы в Наукограде Дубной и проводить там свои экспериментальные работы. В перспективе работать в Объединенном институте ядерных исследований. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Что ни минута, то свежие новости. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей рубрике Веб Ньюс. В Казани открылся слет сборной Татарстана по WorldSkills. Молодых специалистов ждет многопрофильная работа по корректировке психологического настроя и поднятии общего уровня владения английским языком. Казанский федеральный университет приехал с визитом автор и ведущей программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Во время встречи, которая носила скорее неформальный характер, обсудили не только журналистику и систему подготовки будущих акулпера, но и в целом систему работы вузов нового поколения. Ректор КФУ Ильшат Гафуров торжественно открыл университетский пункт общественного питания. Новое кафе КФУ сможет ежедневно обеспечивать горячим и вкусным питанием более полутора тысяч человек. Министерство образования Турции убрало из школьной программы по биологии главы с теорией эволюции Чарльза Дарвина. По словам главы Министерства образования Турции Ясмета Елмаза, теорию Дарвина убрали, потому что она требует отдельного обсуждения, так как это всего лишь теория. Вместо нее в учебниках биологии будет раздел о влиянии условий окружающей среды на генетические изменения. Новые изменения вступят в силу уже в 2017 году. 25 января, пожалуй, самый любимый день российского студента. К этому времени уже заканчивается зимняя сессия, начинаются каникулы, а главное, в этот день все студенчество России отмечает свой праздник. В преддверии этого праздника наш корреспондент Елизавета Евтифеева встретилась с организатором мероприятия и узнала, чего ждать студентам на этот раз. Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем. В те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. В 60-70-е годы 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. Затем последовал указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так воле монарха появился студенческий праздник День студентов. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Мы поинтересовались у организатора мероприятия. Как ЖКФ будет отмечать День первокурсника в этом году? Это, наверное, единственный вуз у нас в Сатарстане, который празднует этот праздник на широкую ногу. Конечно же, запланировано это гуляние студентов, запланирована встреча ректора. У него в кабинете приглашение на праздничные гуляния определенные. Также интерактивные площадки будут реализовываться здесь у нас в Униксе, непосредственно в фойе Уникса. И, конечно же, ожидается большая концертная программа. У нас в большом зале Уникса с многочисленными гостями. Будут также выступать творческие коллективы Республики Татарстан. Будет очень много новых номеров, которые мы увидим в этот раз. И они все будут наполнены, на самом деле, очень таким большим, хорошим юмором, который относится к студентам, к преподавателям, потому что праздник студенческий. Все сюрпризы, конечно же, мы вам рассказывать не будем. 25 января торжественные студенческие мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Российского студенчества, Всероссийский день студента Татьянин День, пройдут в КСК КФУ Уникс. А наш телеканал Универ ТВ будет вести прямую трансляцию. Лизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все. Увидимся.